Высокая температура и частота – пожалуй, самые известные уникальные особенности Десногорского водохранилища. И если температура – это естественный результат эксплуатации атомной станции, то его частота – кропотливая работа. Ежегодно для поддержания экологического баланса в водоём выпускают несколько сотен тысяч особей рыб. 640 тысяч мальков – настолько пополнятся биоресурсы водохранилища до конца ноября. Масштабное зарыбление проводится ежегодно, и среди новых жителей водоёма уже знаком и десногорцам породы. Будет выпущено 330 тысяч малька серебристого толстолобика, 270 тысяч белого амура и 41 тысяча чёрного амура. Это растительноядные рыбы, которые поддерживают водохранилище, нужную флору. Смоленская АЭС на это мероприятие затратит более 6,5 миллионов рублей. Зарыбление проводится не для потехи рыбаков, а для конкретных эксплуатационных нужд. Толстолобик, например, борется с цветением воды, а белый амур – с избыточной водной растительностью. Краснокнижный чёрный амур будет контролировать размножение жизнестойких моллюсков, чья неконтролируемая популяция может затруднить работу систем технического водоснабжения атомной станции. Такое население водохранилища сказывается на общем состоянии местной экосистемы. Из этого фауна водохранилища представлено множеством видов ценных пород рыб, а также водится пресноводная креветка и краки. Это, конечно, свидетельствует о чистоте воды и экологическом состоянии водохранилища. Напомним, что во время выпуска мальков и ещё в течение 15 дней рыбакам придётся воздержаться от любимого занятия. С целью охраны водных биоресурсов рыбоохраной совместно со Смоленской АЭС будут организованы антибраконьерные рейды по Десногорскому водохранилищу.